А нервы-то сдают не только у Путина, что, в общем-то, и логично. Тут Герман Греф оказался в несвойственной, скажем прямо, ему ситуации. Греф поругался с таксистами и, судя по видео, чуть был даже не подрался. Глава Сбербанка прилетел в Горно-Алтайск и там, около аэропорта, увидел таксистов, которые где-то не там, по его мнению, видимо, собрались. Ну, в общем-то, давайте посмотрим на эту странную сценку. Друзья мои, если еще раз соберетесь, вот так, вас больше здесь не будет. Никого. По каминам. Не угодно, не собирайтесь. Это первое. Второе, хочешь здесь работать? Вот так, чтобы не было идёт. Понятно тебе? Не слышу. Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Кто? Ты кто? Ты кто? Фамилия. Фамилия твоя какая? Как вы думаете, это психоз у Грефа или постановка какая-то? Потому что соцсети через некоторое время пришли к выводу, что, вероятно, снимает человек Грефа, что это какая-то пиар-акция, чтобы какое-то другое событие затмить. Там есть разные версии. Не знаю, мне кажется, это странное что-то. По-моему, нервы сдают. Да нервы сдают очевидно. И вот эта плёнка, в отличие от путинской, меня удивила. Ну, совсем освинел, Герман Аскарович. Освинел просто. А ты кто такой? Да, вот это вот. С этим сниманием. Ну, просто свинья. С кем поведёшься, от того наберёшься. Как-то я по старинке, мне представлялось поведением, то, что, так сказать, политические оценки все давно проставлены, но такое бытовое поведение Грефа, как-то мне представлялось иным. Освинел, да, да, хрюкать начал, как гражданин начальник. Вот совершенно, да, тупые, да, как этот стол. Да, ты кто такой? Как фамилия? Я владеть этого, собственник этого аэропорта. А ты? Поразительно. Вы знаете, вот вам удалось меня удивить. Всё-таки я уже давно не на родине и как-то упускаю эволюцию отдельных людей. Да, да, удивили, удивили. Ну, что же, ну, будем, опять-таки, просто ставим галочку, имеем в виду. Герман Аскарович Греф стремительно в сторону, в сторону Кадырова, да, в эту сторону. Огромными скачками просто, кенгуринами в ту сторону. Это выразительная плёночка. Ещё раз, есть персонал, мы каждый раз с любого почти поворота выходим на эту тему. Есть крупный план, есть конкретно вот этот Герман Греф, собственник этого аэропорта, хам трамвайный, да, чудовище. Но есть система, есть система, которая делает такое поведение социально приемлемым. Есть система, где после такого показанного в видео человек остаётся на своей должности. Человек с позором не уходит, да, потому что, ну, это не то, что мы увидели, это совершенно невозможно. Вот этот жест, ты кто такой, со сниманием очков собеседника, да, да, вот с этой вселенской смазью, которую он делает. Это вещь совершенно, вообще, никогда невозможная, ни в одной приличной стране. Какой там международный форум, да? Вот скажите спасибо, что не пристрелил, как Кадыров или там Делимхан. Вот и вся радость. Это гораздо больше, чем персональная деградация Грефа. Это мы в очередной раз увидели. Мы увидели просто вот российское государство, очередной представитель, крупный представитель российского государства. Бандиты, бандиты. Просто раньше казалось, что Герман Греф, персонально он, но он на службе у бандитов, он на службе у бандитов. Но там же какие-то книжки в доме были, да. Его же, в отличие от этой братвы, да, от этой Лубянки и от этой уголовки, от всего этого Кадырова Шойгу Пригожда Путина через черточку, да, и он-то, в отличие от их книжки-то читал, он-то, видимо, ему когда-то говорили, что нельзя тыкать человеку, и что нельзя делать ему вселенскую смазь, и что неприлично говорить, я собственник, а ты кто такой? Что это неприлично, что это неинтеллигентно, он ведь знает эти слова все. Он ведь, небось, на какие-нибудь цитаты откликается. Ему же, небось, Булгакова процитируешь, он узнает, а то и Пастернак смотришь там. А братва, братва, вот да, вырос пятачок, просто захрюкал, товарищ. Поразительная, поразительная пленка. Может быть, самая поразительная за долгое время, что я видел, потому что вам, в общем, по большому счету, не удавалось меня удивить до сих пор. Сегодня удивить.